Сервис Nintendo Switch Online уже запустился и работает, ну, где-то неделю. Я, собственно, подключился, попробовал на себе, и мне кажется, пришла пора поговорить о том, вообще, что это за сервис и кому он может быть нужен в 2018 году. Nintendo Switch Online Ну, в первую очередь, что же у нас случилось с приходом Nintendo Switch Online? Стал платным, собственно, онлайн-мультиплеер. То есть теперь для того, чтобы поиграть в Splatoon 2, в Mario Kart 8, в ARMS, да в любую практически игру онлайне, необходимо заплатить от 275 рублей в месяц до 1400 рублей в год. Что все еще дешевле, чем у конкурентов, но мы же знаем, что, как бы, рынок-то это такая штука. И людям, многим, ну, совершенно не впадло заплатить, там, 3000 рублей за год PlayStation Plus'а или Xbox Live'а, хотя бы потому, что мы там получаем халявные игры. Что же мы имеем с Nintendo? С Nintendo мы имеем все очень просто. Это онлайн-мультиплеер, это облачные сохранения. Это, кстати, важно. Помимо прочего, нам обещают какие-то мифические специальные предложения. Пока еще ничего не понятно, потому что Nintendo, видимо, сама не знает, что она собирается вкладывать в это понятие. Ну, а также совершенно бесполезный для большинства игроков чат через приложение в телефоне. Да, теперь это работает только с Nintendo Switch Online, и самое важное это NES-овские игры. Ну, то есть, приложение, которое называется NES Nintendo Switch Online, и позволяет, собственно, да, играть в 8-битные игры, и даже с онлайновым мультиплеером. И, как бы, возникает вопрос самый главный. Нинтендовские игры, ну, как бы, камон, 2018 год. Если ты не можешь скачать эмулятор по каким-то причинам, то у тебя, как минимум, есть NES Mini. Кстати, основная часть игр, которые сейчас доступны в Nintendo Switch Online, это, собственно, те же самые игры, которые точно так же доступны на NES Mini. Поэтому возникает вопрос, стоит ли она того? 1400 рублей в год, даже если рассматривать только за это. Это, конечно, дешевле, чем купить NES Mini, и да, плюс ко всему, можно играть при помощи Joy-Cons. Можно докупить будет контроллеры NES-овские, которые будут работать только с этим приложением, но это, как бы, вообще лучше не затрагивать. Мы поговорим после про сервис. В общем, я не знаю. Мое личное мнение, что на данный момент NES Mini, как отдельная железка, все-таки интереснее и предпочтительнее. И, с другой стороны, можно играть во все это же в портативе. И, с другой стороны, ничего не мешает многим людям играть во все эти игры в портативе при помощи эмуляторов. В общем, вопросов много, но... Окей, ладно. Это одна из, скажем так, преференций сервиса. В первую очередь, он же должен покупаться ради онлайна, потому что мы должны играть в онлайн. Другой вопрос в том, что, ну, у нас, мне кажется, не так много народу играет в Splatoon 2, потому что, ну, игра классная. Я ее очень люблю, и я знаю людей, которые играют в нее вполне себе серьезно. Но, вот, основное количество игроков вряд ли такое заинтересует. То же самое с Arms, то же самое с Mario Kart. Ну, придется заменить онлайновые покатушки в Mario Kart на оффлайновые с друзьями, например. Это, кстати, опять-таки, неплохая возможность прокачать оффлайновый мультиплеер. Если не хочешь платить денег, то, вот, встречайся с друзьями и играй. В остальном же самое важное, что есть, это облачные сохранения. К счастью, Nintendo совершенно недавно сказала, что сохранения, даже если вы не успеете оплатить, будут храниться полгода. Это классно, это удобно. Ну, лучше, чем первое, что было озвучено. То есть, типа, мы ничего пока не говорим. И все такие, типа, сразу, ой. То есть, заканчивается подписка, и сразу же все твои сохранения удаляются. Единственный вопрос, который возникает, это то, что непонятно, какое количество памяти доступно в облачном сохранении. Потому что пока все это выгружается и все это сохраняется. Но, так или иначе, у этого всего есть какой-то лимит, и он пока неизвестен. Ну, да ладно. Будем надеяться, что все будет работать. Единственная проблема в том, что не все игры поддерживают, собственно, облачные сохранения. Ну, во-первых, их не поддерживают демо-версии, что логично. Во-вторых, их не поддерживают игры с, ну, ориентированные, собственно, на мультиплеер в онлайне. То есть, Splatoon 2, например, не поддерживает. Но новые Pokemon, которые будут выходить, там, вот этот вот Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, они не будут поддерживать. Так что, значит, что у них будет тоже серьезный упор именно на онлайн, на какую-то вот соревновательную составляющую. В общем, будем считать, что это нормально. Но, все равно, то есть, мы получаем сервис, платный сервис, который, собственно, не позволяет нам сохранять все, что необходимо. Надо ли оно? Ну, честно скажу, как человек, который потерял все сохранения, когда мне меняли консоль. Я жалею, что этого сервиса не было тогда, когда мне необходимо было заменить консоль. Сейчас я бы не парился бы так сильно, мне не пришлось бы перепроходить, например, Xenoblade Chronicles 2 для того, чтобы поиграть в дополнение и прочее-прочее. Ну, ладно, получили только сейчас, спасибо, что хотя бы получили. Про приложение для телефона я вообще говорить не хочу, потому что, ну, я не видел ни одного человека, который им бы пользовался. Поэтому, как бы, ну, это очень-очень такой специфический плюс. Ну, и да, как обычно, Nintendo Entertainment System, я уже сказал, очень странно. Плюс ко всему, пираты ее взломали, пираты сообщили, что там снова лежат игры с расширением NES. То есть, Nintendo, собственно, она придавила, прессанула пиратов, заставила сайты типа Emma Paradise закрыть весь архив ромов и сошек, то есть, всех игр, которые они собирали на протяжении 18 лет, только для того, чтобы использовать все вот эти игры самостоятельно, для того, чтобы их выкладывать в сервис. В общем, не очень хороший расклад. Ну, ладно, это все должно быть у Nintendo на совести, вот так вот. Собственно, что хочется сказать, 1400 рублей в год, стоит ли оно того? Но я, честно скажу, на данный момент, вот, на этот год, ну, как минимум, вот, до середины 2019-го, пока, в общем-то, сервис находится только в зачаточном состоянии и развивается очень-очень медленно, я считаю, что это все-таки дороговато. То есть, за год, пока все это тестировалось, Nintendo не разработала ничего нового, ничего классного и интересного, чтобы предложить игрокам, чтобы это хоть как-то оправдывало вложенные деньги. Ну, будем честны, у конкурентов пусть и дороже, но все-таки лучше. Ты хотя бы прекрасно понимаешь, за что заносишь. Сейчас ты заносишь денег за онлайн, сохранение в облаке, за которое, кстати, тот же Microsoft, например, не берет денег вообще, и за эмулятор NESA с онлайн-вой игрой. В общем, ну, такое себе. Я считаю, что сейчас, ну, вот, в этом году, на данный момент, лучше всего на первый год собрать семейную группу. То есть, собраться с друзьями до восьми друзей, создать семью. Я, например, собственно, так и сделал. Я теперь являюсь батей семи своих друзей, и мы дружно скинулись по 313 рублей в год, и получили доступ к Nintendo Switch Online. Опять-таки, по-хорошему, это может рассматриваться как, ну, не то чтобы незаконный, но мы не являемся семьей, мы являемся группой, типа, семьи. С другой стороны, как бы, ну, на сайте Nintendo это точно так же указано, как, там, глава семьи или администратор группы. То есть, сама по себе вот эта группа, она не подразумевает, что все обязаны быть семьей, там, братьями, сестрами, там, прочим. Так что, я думаю, это вполне себе нормально, и вполне себе нормально должно работать. Так что, мое мнение, ну, на данный момент Nintendo все-таки, ну, слишком сырой продукт выкатила, и меня это немного угнетает, и меня это немножечко печалит. Но, буду надеяться, что это все разовьется, что мы узнаем, что из себя будут представлять специальные предложения от Nintendo, и тогда, возможно, этот сервис действительно будет стоить полной стоимости. Тогда, возможно, сделаем проще, расформируем эту семейную группу и будем платить как положено. Ну, а пока, мое мнение вот такое. Сервис, он необходим тем, кто играет в онлайне. Я, например, люблю Splatoon. То есть, для меня игра практически умерла наполовину. У меня остались только символы режим и вот Octa Expansion, все. Но при этом я люблю побегать в онлайне. Поэтому для меня, конечно, онлайн был нужен, и я с удовольствием оплатил. Но вот это вот NES-овское приложение с эмулятором, ну да, прикольно, но лучше бы вернули Virtual Console. Вот такое вот мое мнение. Вот и все, в общем-то, что я хотел сказать об этом. Что вы вообще считаете? Как вы? Есть ли у вас Switch? Если есть Switch, то попробовали ли вы уже? Купили, оплатили подписку? Оправдана ли стоимость такая? Пишите об этом в комментариях. Мне интересно. Я почитаю. И, может быть, подискутируем с вами там. Ну и хочу сказать спасибо, что посмотрели это видео до конца. Увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока.